Здравствуйте! Я всегда говорила о том, что профилактика лучше любого лечения. Но для того, чтобы профилактика была эффективной, нам необходимо знать, какие анализы необходимо сдать, чтобы быть уверена в своем здоровье. Поэтому сегодня хочу дать краткий список анализов, которые необходимо пройти каждой женщине ежегодно. Итак, начнем мы с общих клинических анализов. К ним относятся общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия крови, почечно-печеночный комплекс, липидограмма, плюс глюкоза крови. Рекомендую к анализам крови добавить еще гормон щитовидной железы ТТГ и обследование на витамин Д, так как мы все находимся в группе риска по дефициту витамина Д. А витамин Д играет очень важную роль в здоровье каждой женщины. Что касается еще инструментальных методов обследования, которые вам нужно пройти. Первое это флюорография, кардиограмма, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ мочеводелительной системы, то есть почек мочевого пузыря и УЗИ щитовидной железы. Женщинам необходимо проходить ежегодно еще УЗИ молочных желез, посещать мамолога, а женщинам после 40 добавлять еще к обследованию маммографии. Ну и конечно же вам необходимо посетить врача-гинеколога. У гинеколога вам необходимо пройти осмотр на кресле, сдать мазочек на цитологию, рекомендую отдавать предпочтение жидкостной цитологии, так как она более информативна. И пройти УЗИ органов малого таза. Выполнять УЗИ органов малого таза рекомендую на 5-7 день менструального цикла. И вот если вы пройдете это обследование ежегодно, вы будете уверены в своем здоровье на целый год. И вам не стоит переживать за то, что у вас может что-то возникнуть. Потому что вот такой минимальный плановый осмотр играет очень важную роль в дальнейшем самочувствии. Когда мы видим минимальные изменения, их легче откорректировать. Поэтому, милые женщины, выделяйте на себя время, любите себя, занимайтесь своим здоровьем и проходите плановый осмотр ежегодно. И с вашим здоровьем все будет в порядке. Спасибо большое за внимание. Я была очень рада с вами пообщаться. Надеюсь, эти советы были для вас полезны. Спасибо большое за внимание.